Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на канале На Пару. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы очень любим фастфуд, но в частности KFC. Сегодня я решила удивить Максима и попробовать приготовить его любимые острые крылышки дома. Не знаю, что этого эксперимента получится, надеюсь, я не облажаюсь. Но при этом я хочу сделать еще разную остроту, как это было, например, в Nandos. Но для начала надо что сделать правильно? Пойти в магазин. Так, ну самое главное, нам нужны куриные крылья и можно немножко бедрышек. Ну а теперь окунемся в мир специи, они-то и будут делать вкус нашим крылышкам. В первую очередь, думаю, нам нужен красный перец с паприкой. Нам понадобится имбирь, простой черный перец, военский перец чили. Максим хотел поострее, поэтому я ему возьму еще смесь перцев с каким-то копченым чипотле. Если честно, не знаю, что это, но думаю, будет вкусно. Ну и для вкуснейшей планировочки нам понадобится мука, возьмем вот такую, должно хватить. Но вообще Максим предлагал сделать курицу в разных соусах, по разной степени остроты, как это было в Nandos. Но если честно, как-то тяжеловато найти здесь разные соусы, на полках немножко пустоватенько. Попробуем взять этот пять перцев, надо больше перца. Еще есть вот такой чили и пишут натуральные специи. Берем, ну и последняя стадия остроты, супер острый кетчуп. Вы только посмотрите, что я нашла, это соус для шаурмы с 0 граммом калорийности. Типа ппшную шаурму можно делать, так что набирайте много лайков и мы сделаем. Все основное я вроде взяла, соль и масло не буду покупать, а на дома уже есть. И пока не забыла, вы помните про наших друзей One X? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Завтра найдет интереснейший матч Арсенал Манчестер Юнайтед. Переходите по ссылке, закрепленной в комментариях, а эта промо даст бонус до 100 долларов. Удачи! Ну что, я вернулась домой, контрольная закупка произошла успешно. Но прежде чем мы начнем готовить, надо надеть, конечно же, фартук, как настоящая домохозяйка. Оп! Для начала нам надо разрезать крылья на две части, пополам режем. Отрезаем вот эту ножичку, опс, и складываем в миску. Рецепт крыльев совершенно несложный. Самое важное, купить правильные специи и все это хорошенько замариновать. Кажется, у меня возникли проблемки небольшие. Вот почему повара обычно мужчины. Режься! Готово! Теперь приступаем к маринаду. Выливаем стакан воды в миску. Добавляем ложку оливкового масла. О! Ну и самое важное, специи. Начнем с имбиря. Я думаю, мы будем добавлять всего по ложечке. Вообще, рецептов было много, и каждый готовит кто как хочет. Можно также регулировать степень остроты, но мы хотим-то поострее. Так, дальше добавляем половину ложки черного перца. После этого красный перец плюс сладкая паприка. Боже, как вкусно пахнет! Тоже половину ложечки. Еще эксперты в рецептах говорили, что киенский чили тоже добавляет прекрасного аромата. Ну, такой странноватенький он. Немножко добавим. Оп! У нас получилась какая-то супер красная жижа. Все надо перемешать. И, конечно же, надо еще посолить. Ну что, теперь берем наши крылья и заливаем вот тем, что у нас получилось. Оп! Красота! Перемешаем, чтобы все крылышки ушли под воду. И теперь все это накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник, чтобы оно мариновалось. Желательно, чтобы оно постояло хотя бы часов 6, чтобы крылышки хорошенько пропитались, были мягкие, сочные и остренькие. Готово! Так, ну что, ждем 5-6 часов. Пускай крылья маринуются. Перед тем, как мы будем готовить, я хочу сходить в KFC и купить настоящие крылья, чтобы мы могли наглядно сравнить то, что у нас получилось и то, что дают обычно в заведении. И посмотреть, получилось ли у нас повторить. Но экспертом, конечно же, будет Максим, он как главный любитель и как главный оценщик. Я случайно потерла нос, у меня рука была в перце, вы даже не представляете, как у меня сейчас жжется все лицо. Поэтому главное правило, мойте руки. Ну что, 5 часов прошло и можно доставать крылышки из холодильника. Впереди нас ждет самое интересное, это панировка. И хочу вас сразу предупредить, что перед этим событием надо снять одежду с длинными рукавами, чтобы все не запачкать и собрать волосы. Но вдруг они у вас длинные, как у меня. И еще по возможности взять перчаточки. Насыпаем муку, немного соли и добавим немножко паприки. Теперь что-то дело надо перемешать хорошенько. Только вы работайте осторожно, а то вам мама потом вставит за то, что вы запачкали всю кухню. Теперь половину муки нам надо будет пересыпать в емкость глубокую. Самое главное это сделать осторожно. Как вы видите, осторожно у меня не очень получилось. Дальше разбиваем сюда одно яичко. И добавляем немножко холодной водичку. Теперь берем какую-то вилочку и все это перемешиваем осторожненько. Если вдруг вы не знали, то все крылышки жарятся обычно в огромном количестве растительного масла. Это вообще не полезно. Уровень холестерина ваш будет просто зашкаливать. Но тем не менее, это и делает их такими вкусными. Поэтому выливаем. Что-то совершенно неназорно. Ну что, пока наше масло разогревается, мы сейчас будем курочку доставать из маринада. Надеюсь, она хорошо пропиталась. И делать кляр. Сначала все закидываем вот сюда. У нас происходит какая-то куриная миграция с одной тарелки в другую. Выглядит, конечно, не очень красиво и эстетично. Но, надеюсь, получится это все вкусно. Вообще, самое главное, все делать с любовью. Так обычно чувствую я себя на пляже, когда обмазалась всеми средствами от загара. Кстати, совет от хозяйки, как проверить, что масло нагрелось. Засовывайте в него палку до роллов. Если идут пузырики, значит масло готово. Теперь представим к самому интересному. Достаем курочку. Кидаем ее в муку. Хорошо. Обмакиваем. И кидаем сюда. О, пошло! Курица должна вот так жариться 10 минут. Ставим тайну, чтобы не пропустить. Да, это, конечно, не очень похоже на здоровое питание. Ох, уже не терпится попробовать. Посмотрите, она немножко уже подрумянилась. Мы потрогаем палочкой. Эй, ты как там? Пока наша курочка там жарится, надо подготовить ей ложе, куда мы будем ее доставать. Нам нужны салфетки, хорошенько ее промокнуть от лишнего жира. Кстати, у меня есть дурацкая привычка. Я промакиваю в заведении практически все, особенно сырники. Максим на меня вечно смотрит, как за сумасшедшую. Какая же красота получает. Они даже потемнели. Пора их уже доставать. Тут пришла Иви и Лайт. Она явно хочет уже все это попробовать поскорее. Ой, как красиво. Молодец. Так, ну что, момент истины. Мы их достаем. Ууу, волнительно, волнительно. Слушайте, по внешнему виду очень даже похожи. Так, ребятки, на выход, на выход. Не, ну вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Они должны немножко остыть и можно дегустировать. Ну что, друзья, я рада приветствовать вас в своем ресторане Кейпси Однопару. У меня прям безумно интересно. Вы готовы? Я специально весь день практически не ел. Иви, ты ела? Она ела. Ты решила сдаться, типа, надежно, да? Не получилось. Здесь жалкий оригинал. Сейчас я тебе привезу потрясающую копию. Ну дай попробую. Ну скажи, какие себе, да? Видно, что они там финизованы, непонятно где сделаны. Эх, стаз. Я их не ел, наверное, месяц. Так, подожди, подожди. Я бы сказала вот так. Вращайте барабану. А это разные? Это разный вкус. Смотри, здесь есть оригинальные. Здесь чуть-чуть... Давай не говори, я попробую догадаться. Пробуем оригинальные. У меня почему-то они получились такие темные. Я не знаю, с чем это связано. Крылышки для белых. Возможно. Ну, слушайте, хрустящая панировочка, но менее сыпящаяся. Они должны еще подсохнуть чуть-чуть. Но не такие острые, кстати, как KFC. Поэтому мне интересно попробовать, которые более острые. Да. Но здесь курица нежнее. Я бы сказал, очень соленые. Не плохо. То есть не пересоленые, а хорошо соленые. Так, ладно. Возможно, хотя соль была именно на этом куске. Тебе честно говорить? Да. Ну, конечно. Мы усовершенны. Я думаю, что от этого жопа гореть не будет, как от KFC. Но KFC-шные, конечно, чуть-чуть вкуснее. Прямо пока что чуть-чуть. Но мы идем дальше. Подожди, это мой первый опыт. KFC сколько лет на рынке. Будем честны. Ой, чувствую знакомую приправу. Я, по-моему, мясо иногда с ней делал. Что-то такое. Это похоже по типу, как делают в Нандос. Там лимон на щем с травами. А здесь апельсин с травами. Вот это очень вкусно. Это вкуснее. Это вообще не KFC. Прям совсем не KFC. Автор с каранда. Я правда согласен, что это похоже на, как мы в Дубае Нандос ели. Да. Но такая была задумка. У меня ощущение, что я ем и пью одновременно. Потому что они немножко такое с лимонком, как будто я колу с лимоном пью. Интересное сочетание. Иви, прости, тебе такое нельзя. У тебя жука будет гореть. Но дальше уже повеселее начинается. Острее? Острее. Ты сама пробовала? Я одну какую-то съела. Мне так горит рот, что я самую острую. Ну вот, к слову, ты спрашивала, почему темнее. Смотри, вот эти уже темнее. А если бы еще больше приправ, мне кажется, оно и было бы такого же цвета. Если честно, они просто уже подостыли. Мне кажется, цвет поменялся. Те свежее порция. Это больше похоже на KFC. Оно острее, но все равно не такое острое. Потому что это третья стадия остроты. А это третья еще? Да. А попить можно? Нет. Вот я бы пока поставил его на первое место. Это на второе, его самый первый на третье. Ну классика, кто их обычно берет? Да. Вот эти прям даже выглядят оранжевыми. Они такие как будто опасные их есть. Но они сразу, кстати, гораздо более хрустящие. Вот вам и загадка. Откуда такой хруст? О, ну давай пробовать. Иви, за тебя и за Сашку. О, я только облизав панировку. О, это все, что осталось без перца. Есть там очень мало перца, очень. Но у нас только ядреные. Это супер-дупер чили. Но мне губы так говорят, как будто я их увеличила. Ну слушай, вот я не знаю, с чем это связано. Может быть готовка способ, но здесь везде мясо мягче. И панировка чуть-чуть мягче. Вот в KFC иногда бывает даже вот уголки какие-то у курочки. Ты их съесть толком не можешь. И можно кого-то прибить, мне кажется. Мне кажется, потому что я использовала лучше мясо основу натуральной. Честные оценки от экспертов. Конечно, конечно. Вдруг откросят кислоресторан когда-то. Мне понравилось сочетание второе. Я бы туда... Я просто очень люблю лимонные и всякую такую фигню. Я бы туда еще добавил, чтобы прям, знаешь, было как будто кисло... Какие-то конфетки кислые. Вот прям вот еще больше кислоты, да. Чтоб прям выскальзывало лучше. Мне не очень понравились первые, честно скажу. Ты пыталась их сделать аккуратно острыми, они не очень острые. Но это, знаешь, похоже на оригинал. Оригинал крылья. Это и ниже, и больше. Вот это по остроте примерно как KFC, но гораздо мягче. И мне это больше нравится. В KFC я люблю остроту, но мне не нравится панировка, которую приходится чуть ли не кулыками прогрызать. Так, ну давай честно. Если закроется KFC, мы сможем выжить и готовить жить на этом? Ну немножко усовершенствовать. Ну смотри, ты будешь готовить это? Да. Я рядом кальянчики забиваю. А потом я устаю, и ты делаешь и то, и то. Даже в KFC нет кальяна. А мы... Там и нет трех вкусов, а у нас их пять уже. Максим, ну я думаю, в следующем ролике точно должен ты готовить. Твоя очередь, передаю тебе эстафету. Договорились. Мы уже снимали видос, где я готовил все 24 часа, а здесь буду готовить 48. Я точно согласен. Я пошутил. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Мне точно понравилось. Я сейчас с Иви что-то еще заделюсь, и будет всем понравиться. Ну, бля, вот эти острые. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на канал. Ешьте хорошую еду, и оставайтесь с нами. Что им надо сказать? На пару веселей. Пока-пока. Чау-чау-чау. Иви, ты будешь так?